Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, как положение планет влияет на нашу жизнь, астролог Ная. Привет, Ная! Привет, Кристина! Как же каждая из планет влияет на нашу жизнь? У каждой планеты есть свой определенный набор функций. Например, Венера отвечает за наши симпатии, за то, как мы делаем выбор, за наши отношения к финансам. Меркурий, например, отвечает за интеллект, за мышление, коммуникацию, как мы воспринимаем, обрабатываем информацию, как мы обучаемся и так далее. А Марс, например, это педаль газа, то есть это та планета, которая отвечает за нашу мотивацию. И проанализировав положение этих планет в своей натальной карте, мы можем понять, увидеть отличительные такие особенности вот этих вот функций психики, за которые отвечает каждая из планет. Ну, например, если у человека Марс находится в Скорпионе, допустим, такой человек будет отлично, эффективно себя показывать в условиях экстремальных, когда там сжатые сроки, например, скоро дедлайн. Если он не сделает, то всё рухнет, и его будут действительно мотивировать кризисы, преодоление, то есть какое-то напряжение, всплески адреналина. Тогда как мотивация, например, человека с Марсом в раке будет всецело завязана на его эмоциональном состоянии, на его чувствах. То есть его может мотивировать счастье, его может мотивировать страх, и такой человек будет там отлично, например, работать дома, либо если на работе так же уютно, комфортно, как дома, есть там мягкое кресло, еда и так далее. Но здесь очень хочу оговориться и обязательно отметить то, что натальную карту всегда нужно смотреть целиком, то есть не вырывать какую-то там одну планету только в знаки, потому что как минимум у планеты есть знак «Дом», могут быть какие-то аспекты с другими планетами, которые будут, может быть, добавлять, усиливать, а может быть, вообще перепрошивать качество того знака, в котором она находится. И, ну, например, там тот же Марс в раке, который считается таким неагрессивным, мягким, домашним, уже таким не будет, если он будет стоять, например, в соединении с Плутоном, который добавит ему авторитарности, может быть, даже деспотизма, и это важно понимать. Слушай, а такие небесные тела, как Луна и Солнце, влияют на нас с астрологической точки зрения? И если влияют, то как? Безусловно, влияют, точно так же, как любая другая планета, и на самом деле в астрологии Луну и Солнце мы тоже называем планетами, не удивляйтесь, если вы услышите это астрологов, ну, это просто для удобства. Потому что у этих светил точно так же есть свои функции, за которые они отвечают, например, Солнце, да, оно отвечает за нашу жизненную энергию, за нашу самооценку, за нашу уникальность, за возможность проявлять какое-то своё творческое начало в этот мир. И знак, в котором находится наше Солнце, мы все знаем. Обычно, когда мы говорим про себя, что я водолей, потому что я родился там в феврале, или я лев, потому что я родился в августе, это как раз-таки есть положение Солнца в знаке, в натальной карте. Если посмотреть на дом, в котором стоит Солнце, то мы увидим ту сферу жизни, поскольку дом – это обстоятельства жизни, от которых зависит наша самооценка. И это та сфера жизни, в которой мы как раз-таки можем проявить свои таланты, как-то вообще заявить о себе, проявиться. Луна – это, на самом деле, самая интересная планета, потому что она первая, единственная из всех десяти, включается сама. То есть начинает проявляться в нас ещё, на самом деле, на шестом месяце беременности нашей мамы. То есть находясь ещё в утробе у мамы, мы начинаем через неё считывать мир. То есть получать какие-то первые о нём ощущения, впечатления. Мы впитываем те эмоции, которые испытывает наша мама, те качества, которыми она обладает в этот момент, и те обстоятельства, в которых она находится. И вот это определяет наше психическое состояние и умение в дальнейшем контактировать с миром. Потому что сама Луна, собственно, она отвечает за наш внутренний мир, за наше душевное состояние, за проявление и проживание наших эмоций, и за то, как мы перевариваем или не перевариваем то, что происходит вокруг, и за какие-то наши автоматические реакции. Насколько я поняла, Луна отвечает за наше эмоциональное состояние. Соответственно, мы можем, как-то, зная, в каком знаке у нас находится Луна, повлиять на это эмоциональное состояние. Например, нивелировать стресс, например, или с осенней хандрой, может быть, справиться. Да, сто процентов на вот эту часть нашей психики мы можем действительно воздействовать через Луну, посмотрев её в натальной карте. И у астрологов даже есть такая, у многих астрологов есть такая услуга, как лунно-расслабляющие действия. Это те действия, которые помогают человеку чувствовать уверенность в себе, вот такое внутреннее спокойствие, быть уравновешенным, несмотря даже на то, что происходит вокруг. То есть это те действия, которые приближают человека к психологическому комфорту. В идеале они составляются по знаку, дому и аспектам Луны в натальной карте. Но если вы посмотрите действия только по вашему знаку, они также будут для вас работать. Знак Луны можно достаточно легко узнать, построив свою натальную карту на любом бесплатном астропроцессоре. Её там легко узнать, она обозначается как полумесяц. И таким образом определить знак, в котором находится именно ваша Луна. Получается, каждый из планет в целом отвечает за какой-то аспект в нашей жизни. И, наверное, для современного человека личная жизнь и финансовая сфера, они всё-таки наиболее важны. Какие планеты отвечают за нашу личную жизнь и финансовую сферу? Ну, фактически все. То есть мы сейчас поговорили там про пять личных планет. Они так называются в астрологии, личные планеты, поскольку они отвечают за определённые функции нашей психики. И тем самым складывают вот этот психологический портрет нашей личности, с которым мы уже идём, собственно, строить отношения, зарабатывать деньги, реализовываться и так далее. Но в натальной карте, помимо планет и знаков, есть ещё дома. Это как раз-таки сферы жизни, да, вот такие вот обстоятельства жизни. И здесь, зная точное время рождения, мы можем поисследовать эту сферу жизни у человека. И, например, посмотреть, что в партнёрских отношениях мне действительно важно для того, чтобы я могла оставаться в них долго и при этом получать от них удовольствие. Какими качествами должен обладать человек, чтобы я могла выстраивать с ним именно партнёрские отношения на долгосрочной основе, а не какие-нибудь там созависимые или абьюзивные? Где подходящего партнёра я могу встретить, да, в каком месте с большей вероятностью? В сфере финансов мы можем посмотреть, как человеку, в принципе, стоит распоряжаться деньгами, в каких сферах он может реализовываться, зарабатывать больше, легче, органичней, какими стратегиями для заработка ему пользоваться, потому что кому-то, например, хорошо работает женская аудитория, кому-то, условно, с мужской, кому-то в премиум-сегменте, кому-то подходят быстрые сделки и так далее. Также мы можем посмотреть, какие именно функции в работе ему стоит выполнять, потому что в этом как раз-таки и есть его таланты. Ну и, в принципе, вплоть до того, какие цены там можно и лучше устанавливать на свои услуги, либо какая обстановка должна быть на рабочем месте, всё это уже зависит от запроса. В целом, любой наш вопрос, запрос мы можем найти в натальной карте, исследовать его и составить конкретный план действия по его разрешению. То есть это действительно карта, с которой мы можем идти по жизни. А главная прелесть астрологии именно в том, чтобы дать нам конкретные рекомендации, как решить ту или иную задачу и получить положительные изменения, либо желаемые результаты. Собственно, за это я её и люблю. А ты упомянула как раз-таки в личных отношениях, что можно посмотреть натальные карты двух людей и понять их совместимость. Это как-то отдельно называется в астрологии, или это просто ты смотришь на две натальные карты двух любящих друг друга людей, которые хотят понять, как долго и счастливо они будут жить? В астрологии есть такое понятие, как синастрия, переводится, в принципе, как совместимость. То есть что мы делаем в этом аспекте? Мы смотрим сначала, на самом деле, всегда карты двух людей по отдельности, чтобы понять, о чём вообще этот человек. Настроен ли он там на семью? Что для него партнёрские отношения? Какой фон партнёрства он ждёт? Какие у него языки любви и так далее? То есть анализируем каждую личность отдельно, и после этого делаем синастрическую карту, когда накладываем одну карту на другую. И тем самым мы можем видеть, какие аспекты образуют планеты в одной карте и в другой. И, соответственно, дать какие-то рекомендации, если мы видим, что, например, есть какой-то напряжённый аспект между двумя Меркуриями. Меркурий, который отвечает, как я уже говорила, за интеллект общения, может в паре, соответственно, давать просто непонимание, когда люди разговаривают. И это уже на самом деле ценно, поскольку мы знаем, что могут быть проблемы в коммуникации. Но я говорю, астрология, она прекрасна тем, что она всегда может дать вам конкретные рекомендации астрологические. То есть какие действия делать для того, чтобы этот аспект напряжённый скомпенсировать. Ну и в завершение нашего интервью хотела бы задать тебе такой вопрос. Сейчас очень популярные разговоры про ретроградный Меркурий, на которого списывают все беды. И как раз сейчас такой именно период. Чем этот ретроградный период отличается от других ретроградов? Да, про ретроградный Меркурий, наверное, знают уже абсолютно все. Хотя на самом деле все планеты, ну кроме Солнца и Луны, которые на самом деле всё-таки не планеты, вот именно настоящие эти восемь планет, они все бывают ретроградными. Более того, сейчас все планеты, кроме Венеры, Марса и Юпитера, ретроградные. Что происходит в ретроград? В этот момент планета находится ближе всего к Земле, и, соответственно, её воздействие усиливается. И это особенно важно для Меркурия, Венеры и Марса, поскольку эти планеты не так далеко от нас. Что даёт ретроградность, и почему все её, собственно, так боятся? Она просто замедляет функции планеты. Она нас возвращает назад в прошлый опыт. И поэтому, собственно, такая общая рекомендация для любого ретроградного периода – это возвращаться назад, провозить какую-то ревизию, очищение. Цель этого периода – не проявлять новую активность по функциям вот этой вот планеты, а наоборот – вернуться назад, обратить внимание на то, что уже есть и, собственно, требует нашего внимания. Как вы понимаете, ничего страшного в этом абсолютно нет. Если говорить про Меркурий, то в период его ретроградности нужно просто быть внимательнее с документами, сделками, договорённостями, заранее выезжать в аэропорты, на вокзалы, на нужные встречи, поскольку могут быть какие-то ошибки в документах, задержки транспорта, выход техники из строя, какие-то нарушения плана. Ретро-движение – это движение назад, в прошлое. Поэтому в этот период актуально обращаться за опытом в наше прошлое, доводить до конца те дела, которые мы там когда-то забросили, они были начаты до этого периода. Ну и в целом наводить порядок, разбирать какие-то свои старые завалы. С 15 августа Меркурий у нас перешёл в знак Льва. Это хорошее время для того, чтобы демонстрировать свои умственные способности, выступать, проявляться. Что касается ретро-марса, то в этот период всегда нам стоит быть осторожно с коллище режущими предметами, огнём, поменьше бывать в людных местах, там повременить с экстримом, просто потому что это такой вот более травмоопасный период. В ретро-Венеру, соответственно, нежелательно совершать каких-то радикальных манипуляций со своей внешностью, совершать какие-то крупные, незапланированные покупки, начинать новые отношения. Потому что очень вероятно, что ретроградность Венеры пройдёт, и мы пожалеем там о новой прическе или новом цвете волос или о том, что решили вернуться к бывшему. Спасибо, Ная, тебе за увлекательную беседу и за то, что пришла к нам сегодня в гости. Было, правда, очень интересно. Спасибо. В эфире была программа «Городские встречи» и я, её ведущая, Кристина Бочкарёва. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин